всем доброго времени суток уважаемые зрители здравствуйте приехали на горную речку только остановились и начинаем загружать лодку я тоже приму участие обязательно видите мы сегодня приехали не просто так мы разгружаем палатки а значит мы здесь останемся на какое-то время смотрю вот на это вот место я просто балдею я всегда приезжаю сюда всего раз в год и здесь я в этом году первый раз как и в прошлом году я сюда жало засовываю раз в год чтобы половить сверх сильных линков которые существуют на планете земля именно в это место может быть я чуть-чуть не угадал со временем может быть я чуть-чуть не угадал с погодой но мы это сейчас то ли выясним какие теленки сильные если они вообще то ли вообще сомневается если они вообще ох мужики это просто это просто счастье это просто счастье счастье даже то ли я скажу если даже сегодня не поймаю ни одного линка я буду счастлив находиться в такую погоду в таком месте кристально чистейшая вода вот посмотрите уважаемые зрители но это просто ну это просто не можно об этом не говорить на слияние трех можно сказать так русел ну она сегодня сюда доставила лодка solar 470 стрелах или как там инструкции мне подчеркнули супер джет в этом я еще не разбирался чё к чему и мотор suzuka 34 такта вот с лодочкой конечно можно сказать как можно конечно про нее сказать по-разному идет она конечно отлично именно конечно производителям solar а тут респект и уважуха ничего не скажешь гидродинамикой не угадали до талян бежит хорошо но а мрачливо это все события один маленький нюансик у нас сочится вода из-под транса из-под ленты конечно вот чтобы не говорили салары там тудым-сюдым это какое-то сверхъестественное да обычная лодка обычный пвх клеят обычные люди случается по факту обычный брак вот то ли смотрит откуда бежит вода да вот 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 видите да в этом месте вода сочится отсюда да 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 ну я думаю фирма solar не будет меня огорчать или скажем так по крайней мере официальные представители в городе хабаровске где я купил эту лодочку я думаю они разберутся с этой проблемой да с первым спуском все первый раз лодку на воду спустили вот такая вот фигня бежит и еще в каком месте бежит блин хер бы там баллон бы потравливал еще из-под транса так неприятно потому что из мой личный опыт показывает когда долго бежит в таких местах транец напитывается водой гниет и получаются большие проблемы то есть место такое очень погоняя скажем так котором она сейчас протекает то есть получается вот такой заводской брак ну мы не будем а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично! Ну, вообще замечательно, да? Ну вот, уважаемые зрители, наконец-то мы с Толей разбили лагерь. Стоит наша палаточка. Здесь мы планируем заночевать пару ночей, половить рыбку в этом сказочном месте. Вот. Будет она или не будет, у меня, конечно, настроение уже такое, что если даже я сегодня поймаю несколько хвостов, я буду абсолютно счастлив. В таком месте нельзя быть несчастливым, однозначно. Даже при том условии, что первый раз салар, спустившийся на воду, и у него там внизу у транса потекла вода. У нового салара, который в жизни воды не видал, сразу же брак. Вот такое вот бывает. Ну, это, кстати, еще не один косячок салара. В принципе, за эти деньги, я считаю, конечно, ну, это реально как-то мавитон. Толя, ну что, надо собираться хоть рыбку поймать какую-то. В таком месте, при такой воде, надо, конечно, сейчас перекусить и радоваться жизни, уважаемые зрители. Ну, до встречи на воде. Ну и вот, довелось нам с Толей познакомиться с местным обитателем, достаточно крупным особей. Особь такая крупная, что она тянет нас куда-то там, не знаю куда. Реально, реально это дело непростое. И мне кажется, взять мы его, наверное, не сможем, Толя, как ты думаешь? Не, мы на берег, я говорю, наверное, не возьмем такого. Кабанчик, а знаешь, почему? А потому что ты 100 грамм не взял. Не пьем на воде. Не пьем на воде. Ох, какой. Ну-ка, Толян, скажи, ты давно таких видел? Да, давненько. Давненько не видал, да? Думаю, нам этого будет достаточно тут приткнуться. На, давай туда. Красотища-то какая, уважаемые зрители. Сейчас, 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 Толя. Так. Это уже моторчик-то нелегенький. Чтобы тут исполнять в хухры-мухры. Ой, взмутили-то. Опа! Ну, как бы так, конечно, не было. Это очень самый сильный ленок в мире. Я всегда знал, что на этой реке водятся одни из самых сильнейших ленков в мире. Ну и пора нам с ним что-то сделать. Ну и размер, как мы его видим, уважаемые зрители. Вот, можно его, этого кабанчика погладить. Вот так вот. Ой, красивый какой кабанчик-то. Ой, какой ты. Аклюнута у нас, да, и тума самбу тигровой окраски. Но, кстати, здесь тоже нужно сказать один маленький нюансик, что вот именно и тума самба тигровой окраски за последние три года принесла одно из самых крупнейших трофейных ленков. О! Не, ну, это, это однозначно в районе четверки что-то. А? Около этого, наверное. Да, наверное, около этого, да. Лень-то вообще, как бы, нехилый. Ох ты. Ох ты. Смотрите, даже ширина руки и это. Очень хороший лень. А давай мы его взвешиваем, Толь. Это висит здесь? Конечно. На, держи его. А, давайте. Мы его взвешиваем сейчас, чтобы не быть голословными. Три. Три. Тридцать восемь. Почти три-четыре. Чуть-чуть ошиблись. Вот это олень. Почти три с половиной килограмма. Красавчик. На самбу, да? На самбу, да. Вот он взял. На вид ума самба. Ну, как он упирался. Уважаемые зрители, посмотрите, какой леняра. Почти три с половиной килограмма. Ай, ты мой маленький. Этого не грех забрать нам, что ли. Ну, скажу, для данной реки это еще далеко не рекорд. Вот, уважаемые зрители, только мы забрали одного кабанчика, только зашли, скажем так, на точку и поклевка монстра опять. Мы видим, как работает Black Hole GF, а у Толи работает Black Hole Stere. Ну, вот это да. Смотрите, углы атаки превышаем. Пытаемся сломать спиннинджок-то. Ну, пугать их, конечно, жалко. Заходить на точку, вон они стоят. Раз, два, три. Их видно прям в поляриках. Ну, куда деваться опять. Заходим. Вон, даже муть пошла, они разбегаются. Ну, поменьше, конечно. О, корч. Хорошо я вижу корч. Этого мы будем так забирать. Кстати, корчик-то надо запомнить, Толян. Чтоб нам сюда ваблерки не всадить. Ну, давай, давай, ну, давай, давай. Ну, сколько можно, ну. Ну, я понимаю, что ты здесь самый сильный ленок нафиг в этой реке. Ну, что теперь делать-то с тобой? Решил одним глазком посмотреть. Опа! Ого, Толян! На самом конце, наверное, держался бочиной на глазу. Наш с Толей скромный уловчик. Нормально. Вот у Толи поклёвка очень сильного, большого ленка. Вот. Есть и у нас блок-холл стерх. Толя, Толя, Толя. Послабь, ты вот на каратэше берёшь, ты сейчас спиннинг сломашешь. Так, смотри. Ослабляй шнур. Смотри, вот, смотри, я тебе показываю. Шнур всегда должен быть вот так вот вытянут. Смотри. Вот на такое расстояние, смотри, чтобы ты смог спиннинг как бы вот так вот за себя завести, понимаешь? Вот. И чтобы его забрать. На, работай. Во. Вот, Толя берёт. Толя, Толя, Толя. Вымотай, вымотай, вымотай. Дай ему прогон. Дай ему угомониться. Дай ему ещё заход, Толяныч. За шнур не бери. Не торопись. А, вот, видишь, за воблер взялся, да? Затормозил. Вот в этом вся и ошибка, что нельзя браться ни за шнур, не за воблер. Понимаешь, что ли? Вот, дело идёт к вечеру. И поклёвочки у нас участились. И самое, что характерно, берёт просто тупо с косы. и безо всяких этих. Ленки, конечно, сильные, но берут с косы. А, сейчас поднимемся, да, ещё? Есть ленки на косе. У нас, у Толяна... Ой-ой-ой-ой! Да ну, Толяна, держись ты, чё! Вот я вам говорю, на этой реке столько самые сильные ленки. Смотрите, что он вытворяет. У-а-а! Мы... Толя, чтоб подвинут его, а сейчас буду прижимать. Ты выйдешь, меня можешь откинуть вообще. Ай, бля, подви. Да-да-да. Стой, подожди, сейчас я пройду. Толя борется с самым сильным ленком в мире. Толя кидает спиннинг. Как? Ничего, да? Ну, какая всё-таки красота! Блин, все цвета радуги, все цвета радуги на этих сопках. И река прямо нас несёт в сопки. Ты неси меня, Рика! Не удержусь, кину. Какая чистая вода. И как красиво играет воблер в ней. Ну вот, наступил, уважаемые зрители, вечер. Чё-то снимали, чё-то не снимали. Первый день рыбалки, поднимались. Очень красиво, смотрите как. Просто обалденно. Просто офигенно. Просто офигительно. Просто сказка. Всё-таки я сделал вывод, что приехали мы чуть-чуть, то ли, рановато, да? Ещё не начал простые движения ленок скатываться. Мы себе тут отобрали немножко поесть, сделать котлетки, леночков. Вот, Толя сфотографирует. Взяли отбор неких красавцев. Красивые какие ленки. Не скажу, что это что-то жирно. замерить. 100 сантиметров, больше 50 сантиметров. Ленок, да? Да, больше 50 сантиметров. Вот. Ну, грубо говоря, скажем, 50 сантиметров, полметра ленок самый большой у нас получился. Не сказать, что рыбалка сказочная. Ну, так, средней паршивости что-то половили. Сколько ещё ушло? Сколько не подняли? Да, сколько не подняли, сколько ушло, сколько сорвалось. В любом случае есть ленки вполне себе приличные, нормальные линяры. Ну, а мы сейчас будем готовить себе. Надо лодочку затащить. Спидинг сломали. Ну, спидинг то ли сломал. Поломанный был и нету. Всё осталось со спидингом. Ленки сломали непосильным трудом у Толя на спидинг. Пополам. Всё. Здесь его оставим. Здесь на память. О рыбалке. На память. Так. Что тут у меня нынче? Хожу я нынче без водомёта. Подходил близко к берегу и рыбу вынимать. И это нормально. Только красочку содрал. можно сказать только красочку содрал. Отпилотировал отлично. Можно сказать. По горной речке на винте это особое мастерство нужно ходить. Ага. Вот водичка опять появилась. Такие пейзажи не каждый день видишь. Были крылья я туда взлетел бы. Доброе утро всем зрителям и телезрителям. на рыбалке на рыбалке нагорной день день второй третий даже вторая ночевка третий день. Мы с Толяном покушали там что-то поджарили лапшички видите только чаек встанем сейчас лапшички покушали хороший там тайландский или как только говоришь я кстати сейчас покушал как там называется это там их национальная том-янг я там перекусил там янгом то ли мне там угостил сейчас пойдем на улицу посмотрим что у нас там с утра творится ого-го вот это красота вот это красота уважаемые зрители меня аж чуть не парализовало конечно сразу же вспоминаются слова из песни с высоких гор спускается туман это конечно классно и там сразу же видим уже солнце голубое небо ну мы присматриваться не будем там кроме голубого неба еще что-то есть или нет это уже нас не интересует о вот оно солнышко еще в тумане в любом случае это красивейшие уважаемые места однозначно я думаю мало кто поспорит со мной что это некрасиво вот прям на глазах мы видим подул ветерок я чувствую затылком ветерок мы видим туманчик начинает сдувать и перед нами смотрите прям на глазах открывается вот такая вот картина вот все происходит буквально в реальном масштабе времени как ветерок начинает все это сдувать опа вот так прям туманчик открывается прямо перед нами эта сопка скалистая такая смотрите прямо на глазах прямо на глазах видно как движется туман смотрите буквально вышел от палатки дошел до сюда и прямо на все вот открылась видали да какой фотомонтаж сказочный или видеомонтаж фиг такое исполнить жизнь по спецзаказу видно только так поди распорядился чтобы это прям вот произошло ну наша столе 10 1 ночь на этой косе ночевали мы там ниже еще одну ночь без рыбалки приехали потому что ночью за ночевали вот то ли видим там выноски питочек меня сейчас посуду будет мыть так ну что у нас на сегодня на сегодня мы опять пойдем уже верхние места мы обловили с анатолием пойдем вниз посмотрим еще раз на наличие утечек или протечек в районе транса у лодки solar 470 стрела что можно подытожить это мой двигатель suzuki 34 такта дф к она первый раз на рыбалке но обкатку и уже видели то сейчас она еще тоже проходит обкатку но уже на более мощных режимах потому что она уже предварительную обкатку прошла на слабых режимах сейчас ей уже можно давать нагрузки и скажу так что мы удалили вчера столе всего ну сколько был мы уходили полный бак и вчера долили мы вчера в районе 15 литров израсходовали до толь да там 16 18 15 точно не могу сказать но 20 литровую канистру дарили и мне еще осталось ну с весом канистры там может быть там не оцениваю 5 килограмм ну по факту там может быть три килограмма может 15 17 литров съела все-таки отметить надо что вот это 30 сильная suzuka 4 так на трехцилиндровая живет очень очень мало я бы сказал так не намного больше чем двадцатки четырех так на я имею право за двадцатки четырех так на и suzuka говорить у нас их с андреем 2 было у димы 3 и мне довелось ездить вернее ходить эксплуатировать три мотора от этого уж чё чё а за двадцатки четырех так на я имею стопроцентное слово ответить и сказать за них что-то но скажу это suzuka есть не намного больше очень 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 экономичная игрушка работает как двигателю машины этот трехцилиндровка я поразился прям блин но это реально тачка это реально тачка посмотрим как долго она будет ходить как она будет вести себя это suzuka в эксплуатации ну двадцаток конечно не не понравились кое-какие моменты я думаю конечно я не буду говорить что suzuka прям такие офигенные классные моторы говно у них тоже встречается и наверное как-нибудь я может быть соберусь снять видео про двадцатки четырех так на и ну и конечно их маленько подобосрать по полной программе с тем говном с которым я встречался особенно конечно это говно это сервис в хабаровске именно сервис ну а сегодня мы будем опять собираться на рыбалку расскажи толь пожалуйста про свою вчерашнюю рыбалку какие у тебя первое впечатление я знаю что ты именно на этом месте в первый раз рыба есть рыба есть рыбалка трудовая работать надо ездить кидать ну как говорит александр и больше здесь было но рано еще до кистала катится понравилось понравилось достойные экземпляры есть начало и что было и показатель показатель что до показатель сломанный спиннинг у анатолия это конечно жалко не было снят на камеру потому что кстати первую рыбу которую мы ловили почему-то на камеру не снимали утро полном разгаре вот он толя только что оттолкнул лодку лодку мы не подкачивали вот такая красота 1511 мы просчитали что это будет самый благоприятное начало да и начинаем лодочка еще видите еще от мороси отошла все какая вода чистая сейчас удовольствуется блин точно по шейку сразу не одну вижу прям четко как машина работает ну блин к и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это называется, блядь, трэш. У меня и рыба на крючке, и талян зацепил. Вот так бывает, уважаемые зрители. Первая сегодняшняя рыба и первый сегодняшний зацеп. Все происходит одновременно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ох, как он бьется! Ой! Ой! Побежал! Да, тебе тут то ли надо будет выдохся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас, подожди, я мотор еще подниму. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так бывает, уважаемые зрители, все происходит в реальном масштабе времени, потому что это называется жизнь. Это называется жизнь. Да, заводи меня сюда за корч. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, я держусь, Толя, снимайся. Вот это хорошо, блядь, сказано. А вот так? Подожди, я сейчас еще вот так вот. А вот так вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ох, леночек тянет на спиннинге. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все это в реальном масштабе времени. Тогда, Толя, я тебя попрошу теперь мне помочь. Рыбу заберешь. Что мне тут из-под корча ее сюда завести. Будет как бы чуточку неудобно. Конечно, в жизни бывает такое бывает. Так всегда бывает, как назло. Единственная ветка на дне, блядь. И она... О, красавчик. Ты мне даришь самые счастливые дни моей жизни. В чистой воде, конечно, наблюдать такого красивого ленка. У нас в ходе блэкхолл GF от 3 до 15 грамм. В роли и тума самбо. Ну и, конечно... Время 12 часов. Время 12 часов. Ну и, конечно, Толян. Подожди. Сейчас он чуть-чуть угомонится, Толь. Он беспокоится, потому что тебя видит. Кстати, сколько он висел, но мы увидим, что рыба не угомонилась. Он увидел Толю и заволновался чуть-чуть. На берег, на берег. Ну, сильно... Я же не могу выйти на берег. Вот, подхватывай, Толя, все. Все. Вот такой вот. Вот это сила. Небольшой ленок. Но так он, Толя, компенсирует мозги. Это просто счета с чем-то. Вы смотрите, как он исполняет. Сейчас его Толя примет. Опачки. Красавчик Толян. Небольшой. Да, небольшой. Но приятный. Мелочь, но приятно. Нам же надо что-то кушать. Поздравляю, Толя. Не хорек, не только хорошо. Не хорек. У нас тут поклевки, блин. У меня одна ушла. Толя тащит. Я еще моторчиком вывожу. Подрабатываю. Ого. Вот это, подожди, нормально, нормально. Фрикцион, Толя. Фрикцион. Я же тебе говорю, кидай. Тут место, блядь, пиздец. Главное, держи. Нормально привязал в этот раз. У меня сейчас тоже поклевка была, блядь. А пока тут выбирал. Тут уже течения нету, все уже. Я снимаю, снимаю. Ох, как он забегал, красавчик. Да ебаный, брод, блядь. Чего? Чего, шел, все. Самбо, что ли, опять? Да. О, очередная поклевочка. Очередная поклевочка-линочка. Небольшого, но очень-очень шустрого. Слава богу, что ушел. Вот сейчас у Толяна только что была поклевка и сход. И у меня тоже поклевочка. О, опять у Толяна поклевка и сход. Нашли стаю небольших, но достаточно сильных и уверенных в себе. О, вот, смотрите. Ну это позаруха, Толяна. Ты сегодня тянешь на номинацию самый мелкий ленок этой рыбалки, Толяна. Ну, кстати, тоже не сильно от тебя стартанул, блядь, друган. Вот, отдыхаем, пьем чай. У нас тут играет музыка чуть-чуть, заряжается. Все. Костер зажгли. Костер. Толя, покажешь костер зрителям? Давай, показывай. Пойдем, посмотрим. С горных палок. С горных палок. О! О! Какой у нас костерчик. На костер, на горной рейсе. Костерчик у нас такой, нормальный, столяном образовался. А что еще для счастья надо, да, Толь? Водок, речка и природа, да. Да. Ну, завтра нам столь и уходить отсюда. Крайняя ночь. А, скажу, я бы еще тут отжег бы так недельку. Ну, вот наша беда с лодочкой Солар. Новая лодка, первая рыбалка, которую только спустили на воду. Вот оно. Протекает, да? Прям видно, да? Да, да, да. Ну, течет и пузыри идут. Ага. Вот, видите, идут пузыри. Идет течь. Вот пока доехали, столько воды набежало. Ага. Уже, видишь? На, вон она даже чухом бежит, да, видно? Угу. Прям в углу. Да, вот. Вот она прям идет. Прям видно, как сочится. Вот, вот видите? Он даже... Ну, пальцем держи, он дарит вон. Да, 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 вот. Он даже на палец видно, как бежит. Да, прям, причем передоверно подтирать-то. Да, да, да. Ну, когда-нибудь входит от дна. Толя, возьми это оттуда. Сейчас я выпрыгну. А вот пузырится. Нужно как. Бежит водичка. Бежит. Ну, вот, уважаемые зрители. Приехали мы с Толей с рыбалочки. Там еще встретили ребят знакомых, они рыбачат. Ну, Толя, расскажи, как рыбалка. Ну, я считаю, рыбалка удалась. Рыбу поймали. Друзья только что встретили. Показали им фотографии, видео. Они просто были изумлены, что все-таки рыба есть. Только ее ловить надо уметь. Это самое главное, наверное, да? Наверное, самое главное. Да, они там всего только двух ленков поймали за пару дней, да? Да, валенка. Валенка. Да, ну, а на этом мы заканчиваем наше видео. Все, кому понравилось, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь этим видео с друзьями. До свидания. До новых встреч. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова